Таллинскому Линамеевскому Русскому Лицею У 64-й школы, которую открывали в Ласнаме, в 88-м году на гребне демографического взрыва сложилось отличное реноме. И статус лицея в 2002 году она получила в результате нешуточной борьбы с другими претендентами. За 25 лет выросло не только новое поколение учеников, но и учителей, которых бессменный директор Сергей Гаранджа условно делит на старшее, среднее и молодое поколение. Дружную работу в связке они сегодня демонстрировали на сцене ЦРК, чем очень порадовали учеников и их родителей. А ностальгические видео-воспоминания во многом были посвящены Пушкину, что вполне объяснимо для школы, где есть музей великого поэта. Как патриарх недавно сказал, Богом определено нам жить рядом России и Эстонии. Михайловская, Санкт-Петербург, Царско-сельское село, где еще можно найти благодатнейшую почву для того, чтобы растить детей, воспитывать детей, чтобы они становились людьми. Вот у Пушкина есть очень хорошее выражение – стоянье. Когда я разложил по полочкам, там получается, понимаете, какое – стоять, противостоять, выстоять и состояться. Учеником, сыном, отцом, гражданином. И вот это путь, по которому лица идет. С самого начала реформы, связанной с переводом русского гимназического образования на эстонский язык обучения, попечительский совет Линамяйского русского лицея отстаивал право учиться на родном языке, ни в коем случае не отменяющим основательного изучения государственного. Однако даже само словосочетание «русский лицей» наводит некоторых общественных деятелей крайне правого толка, кстати, рвущихся к власти в столице, на сравнение с троянским конем русской культуры. Пусть этот человек придет в лицей, посмотрит, что же мы делаем троянского. Да, мы делаем историю, да, мы вершим эпоху, но эта эпоха во имя и на благо Эстонии. После основательной реновации школьного здания несколько лет назад директор гаранжа облегченно вздохнул. Наконец-то в школе обосновалось оптимальное количество учеников – 900. Но за хорошую школу, как известно, голосуют ногами. И сейчас в Ленамяйском русском лицее опять перебор – 1100 учеников. Так что есть все основания рассчитывать на то, что свой полувековой юбилей школа отметит непременно. Наталья Малюс, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Субтитры создавал DimaTorzok